охота за восход солнца здесь никак не заснимешь ветки везде ну вроде бы маленько видать вот здесь вот сейчас покажу хотя нахожусь в барнауле сегодня 9 мая 2022 года вот 6 часов вернее сказать пять сорок шесть минут утра вот она солнце восходит ну тут я перешагнул ту же дорога не работает и везде ветки там на той стороне ветки более не найдешь вот возьмите вешал где я покажу сейчас все абсолютно заросшие даже не проткнешься но вон она солнышко восходит благословенный день которого никогда не было во всей вселенной и воистину мы совершенно не знаем что нас ожидает благословен да будет этот день мы молимся чтобы прожить его безгрешно без нарушения заповеди христовых с прославлением его святого имени дивных дел господних этот день который мы можем быть истинными учениками христа иисуса благословляя его за дивные дела восходит солнце выходит человек на работу свою для вечера а вечером ложится спать выходят звери люди злые христилинг христилик христилик храпина его за дивные дела голосаこれで я нахожусь на той стороне это вот за этой решеткой которая идет высокие такие столбы бетонные это речной порт но насколько он нужен сейчас не знаю стройка там рядом придавливает это я сейчас маленько обернусь сюда чтобы показать заброшенная железная дорога вот улица это где-то вот дом здесь тоже я маленько отступлю назад покажу вот дорогу прокладывать вот они как вырезают старый асфальт выравнивают и все а здесь сейчас вот это рядом у нас не видно отсюда даже тоже деревья застилают то что я часто снимаю это вот стройка идет 24 этажа не видать за деревьями и дальше идут бог милует может быть не будут здесь рядом вот тут теперь показать как она солнышко восходит какая улица прекрасная какие дома оборол очень красивый город интересная там и старинного много здесь вот она где солнышко не знаю даже где встать деревья там проще вышел и все а здесь все же видать солнышко восходит поднимается деревья огромное тополя огромное огромное я когда отойду тогда поверну голову сюда объектив вся там вот у них что-то строительные материалы видимо завозят все тут не поймешь а дальше вот эта губа он там беда вам маленько бедать в воду и тут рыбащат приходят купаются вот я игре снимал дебунова здесь сколько дней тот тот утром туман то дым а сегодня так более-менее ясно и не знаю даже где может меня тут мешается одно дело мой глаз видит другое дело аппаратура как наводится холодновато сегодня но вода не застыла утрами холодно зона поднимается солнышко просто хоть хочется снять чтобы люди увидели какая-то красота я даже не знаю как чтобы хорошо было видно а дальше тоже можно издалека снимать потрачу это время рассказать разные везде вышки что-то на них неизвестно вот здесь у нас тоже вот прямо слышь какая она высокая вышка для чего-то она есть что-то на ней прилеплено бог его знаешь вот сколько дней хотел погода мешала а сегодня благополучно можно увидеть как она медленно поднимается многие этот свет не увидят вот и говорят но еще особенно я меня когда освободили в восьмидесятом году я был арестован за дело божие и первый дождь пошел я вышел уже почти на ночной раздетый чтобы дождем овощи каждое дерево охота рукой притронуться а уж воробей это тут рядом летают и там ничего нету никак решетки и еще там с той стороны и называет на морзники надеты чтобы друг другу ничего не нельзя было передать а там эти делают переносят бумагу эти называют письма ксивы ходят отрывают но все равно делают а вот я не знаю как верующим вот мне ничего это не приходилось делать а зачем я все вспоминаю моя мама пришла как раз передачки мою принимает а тут ушла на обед которая этим занимается мы все женщины друг другу то рассказывает истории свои моего взяли ни за что он товарищи там дрались а он нет а тот отставали а он нет у него правда положили а там мама послушала и говорит о бабоньки как вам тяжело ни за что дети сидят а мой-то сын сидит за что как за что так я его благословила на это ну как так так она когда стала рассказывать свидетельствовать им совершенно неграмотная женщина едва научилась считать а христе знала говорила говорила дала нам страх божий другого она не знала знала и говорила вот это нельзя делать в это вот мне 83 года будет ровно через один месяц 10 июня 83 года будет я по наказу матери знал и ни одного мата не сказал еще особенно она говорила не ступать пионеры не танцевать женщинами дело не иметь и господь от всего этого сохранил милости своею великой вот у нас солнышко поднимается но я сколько могу тут поясняю моя мать мария егоровна дала нам начатки веры страх божий а потом через нас она уже обратилась когда мне библию дали в руки мне было 23 года уже 1962 году 27 сентября в семнадцать ноль ноль было мое покаяние не просто покаяние а рождение свыше и крещение духом святым огненное все дал господь как ереме говорит я воздерживался не говорит но внутри меня был развиты как огонь в костях моих на утро весь караван кораблей я был матросом сошел на берег узнали что лапкин сошел с ума такая перспектива у меня была учился высшим мореходом училище добился добивался три курса сдать за год по выбору комиссии на одном из трех иностранных языков я всегда добавляю ясно что был бы не кочегаром а что для меня было преимуществом то ради христа я почел счетою как павел говорит и вот мы находимся здесь где я живу после реабилитации освобождение второй раз было двадцать пятого марта 1987 года 87 а реабилитация 4 января 1992 но я подал в суд что у меня изъяли по тем расценкам вытягивало на 11 миллиардов и суд шел 11 лет и завершился правда не все одну двухсотую часть вот и риту рассчитывать и было нечем это центральный район где я нахожусь красивейший район рядом вот находится и здесь значит мне дали тринадцать соток на которых два здания в одном мы сделали церковь Христову это единственная церковь такая я потом покажу как это все милостью Божью приехал мэр города Баварин Владимир Николаевич мэр входящий в десятку лучших мэров Российской Федерации пресса все засняли и все это у нас показано как мы по рукам ударили поцеловались даже и когда сюда ехали на то что передавать он вывернулся на первом сидении на меня это вы в моем городе живете а рядом общинников Владимир Петрович он в Афганистане там воевал или что-то тоже такое дело а он рядом сидит советник мэра я про вас не знал ваше имя в аналог будет записано на меня ну и все это приезжал проверял как у нас идет как храм преображается вот есть что вспомнить есть ну я отхожу теперь все солнышко взошло уже а теперь я пошел и не выключаю дойду до дому ооо до нас дошло что делают дорогу ммм я вот здесь буду показывать вон город какие там ну там дома такие тринадцать бывает даже семнадцать этажей да вон оно где старинные дома вот еще стоят какие ну а это теперь-то покрывают как это другое ну на это все вот отошел я к дому еще раз показать как солнышко это восходит милостью Божьей а вот эти дома которые там строят тут их уже видать три или четыре крана двадцать четыре этажа уже а вот это вот там ну плохо видно вон за домом там дальше это краевой суды меня судили там немножко просвечивает вплотную к зданию через ветки можно даже заметить вот это белое здание а вот здесь вот между ветками красное ну не видно так вот так что у нас здесь ну что вот что а здесь что у нас на дверях а вот что о, захожу о, кто пришел ко мне сюда за мной и слышал голос ах ты красавица такая ой ой кормлю их три кошки две моих у Надежды там третья тоже шесть в общей сложности 11 кошек тут ходит не знаю может тут показать где у нас видите как где в каком храме такое написано ну нет такого а вот оно просто как обыкновенное здание о уху 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 береза а ель то какая это мне все отдали в счет погашения задолженности судебный исполнитель серьезно такая женщина я не знал что такая власть она пришла в городскую администрацию а сделали так меня арестовали по станции московского кгб мгб и серьезное дело было и нужно все мировое соглашение есть на то что это вот отдают они и погасили эту задолженность вот при этом приехал председатель по имуществу Барнаула вот все там Слуцкий его фамилия кажется было милостью божией вот тут у меня голубя голубятни здесь надписи везде и в доме везде такие надписи сейчас я буду открывать сарай чтобы просыхало там ну и все на этом в коем